«Воистину Всевышний избрал пророка Мухаммада, сделав его последним из пророков и посланников, и отправив ко всему человечеству. Перед тем, как покинуть этот мир, он сообщил, что алимы являются наследниками пророков, и что пророки не оставили в наследство ни динаров, ни дырхамов, но только науки, хранимые в сердцах. Все утверждают, что они достигли ночи, только ночь не признают, что они достигли её». Имеется в виду, что не всякий, называющий себя алимом, или обладающий красноречием, или отучившийся на шариатском или другом факультете какого-нибудь университета в арабских странах является алимом, получившим наследство пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Потому что настоящее наследство пророка, алейхи салату вассалам, то есть «Ильм валь-Амаль» — знание, исследование этим знанием, имеет три основы. Первое. Это безупречная цепочка преемственности в обучении. Воистину, смотрите внимательно, у кого вы берёте свою религию. Цепочка преемственности для религии — это голова для тела, имеющий знания, считается наследником пророка, саллиллаху алейхи вассалам, если он обладает иснадом, то есть соответствует трём условиям. Первое из которых, чтобы эти знания, которые он получил от живого шейха, дошли до него по цепочке обучившихся непосредственно друг у друга шейхов, от его учителя до самого пророка, алейхи салату вассалам. Вторая основа. По такой же цепочке он должен получить разъяснение и толкование, и достичь понимания в этой науке. Для разъяснения того или иного хадиса недостаточно прочитать его в сборнике «Муслима» или «Бухари». Необходимо изучить науки толкования хадисов и науки извлечения решений из них. Каждое решение, извлечённое из хадиса, должно иметь цепочку преемственности. Нельзя, например, говорить, что у тебя есть довод из сборника «Имама Аль-Бухари», когда твоё понимание этого хадиса отличается от толкования всех его передатчиков, начиная от «Имама Аль-Бухари». Этот довод дошёл до тебя через них, ты понял его не так, как они, и теперь пытаешься использовать его, чтобы опровергнуть их понимание. Такое невозможно. Значит, необходимо, чтобы была цепочка, по которой ты обучился наукам, и цепочка, по которой ты получил понимание. Третья основа тоже является очень важной. В Дагестане она имеет большое значение. Благодаря ей в прежние годы у вас сохранился и получил распространение ислам. Эта цепочка в непосредственном воспитании — безупречная цепочка воспитателей на пути познания Аллаха. Таким образом, есть три основы преемственности. Первая — преемственность в обучении. Вторая — преемственность в понимании. Третья — преемственность в непосредственном воспитании. Если человек не отвечает этим трем условиям, то нельзя полагаться на него, называя его алимом. Даже если он сто лет читает проповеди или имеет сотню дипломов, или разговаривает на ста языках. Что касается проповедников, которые пытаются представить вам ислам не таким, как вы его получили от предков, о чем ты упомянул в вопросе, то я напоминаю вам. О, жители Дагестана, вы не из тех, кто пришел в ислам сегодня. Ислам дошел до вас еще при праведных халифах, и у вас есть большие алимы. Мы, арабы, получили много пользы от ваших имамов и праведных алимов. Пророк, алейсалату вассалам, предостерегал нас с вами от людей, которые появятся позже. Он говорил, придут к вам и будут рассказывать вам то, что ни вы, ни ваши родители никогда не слышали. Берегитесь их, чтобы они не ввели вас в заблуждение, и пусть они сами остерегаются от того, что говорят. Поэтому необходимо быть бдительными и не прислушиваться к тем, кто мешает вам и вносит смуту в религию. У вас ашаритская акида — это акида ахлю сунны валь-джама'а, которые имеют безупречную цепочку преемственности. Почему назвали акиду ашаритской? Потому что Абуль Хасан Ашари защитил и отстоял нашу акиду. Акида ахлю сунны валь-джама'а — ашаритская и матрудийская, названная именами тех, кто защитил ее от искажений и изменений. Абуль Хасан Аля Ашари и Мансура Аль-Матруди, рахимауллах. Первое, на что следует обратить внимание, чтобы определить истинность алима, он в первую очередь должен быть ашаритом или матрудитом. Во-вторых, он должен следовать одному из четырех достоверных, признанных мазгабов, последователей ахлю сунны валь-джама'а. У вас в Дагестане в основном следует имаму Аш-Шафии, рахимауллах. Нет никаких оснований для того, чтобы пытаться изменить ваше вероубеждение или мазгаб. Берегитесь тех, кто станет вам говорить о необходимости ревизии мазгабов, даже если они будут ссылаться на аяты и хадисы. Потому что их толкование и доводы отличаются от доводов, на которых основывались праведники первых трех столетий. Ханафиты, Маликиты, Шафииты, Ханбалиты — все это достоверные и правильные мазгабы. Все они на правильном пути и можно следовать им. Но эти коотношения друг к другу и вынесение решений требуют следования тому мазгабу, который распространен в местности, где вы находитесь. Имам Аш-Шафии, рахимауллах, приехав в Багдад, посетил могилу имама Абу-Ханифы. В знак почтения к имаму Аш-Шафии во время утреннего намаза его попросили пройти вперед и возглавить коллективный намаз в мечети Абу-Ханифы возле его могилы. Он прошел вперед и удивил тех, кто совершал за ним намаз, потому что басмалу он прочитал про себя и не стал читать хунут. После намаза его спросили «О Мухаммад бин Идрис Аш-Шафии, почему ты пропустил Махдина? Ты вернулся к мазгабу имама Абу-Ханифы?» Он ответил «Нет, у меня есть доводы. А кунут я не прочитал, проявляя почтение и соблюдая этику по отношению к тому, кто похоронен здесь. Вот это и есть наука. Она основывается на взаимоуважении, этике и благонравии, а не выливается в демонстрацию своего превосходства и обвинения оппонентов в неверии или ширке. Не следует опускаться до такого недостойного поведения. Для того, чтобы вы следовали за фетвами Алима, он должен придерживаться ашарицкого убеждения и шафийцкого мазгаба и быть последователем одного из путей духовного воспитания. У вас в Дагестане распространены нахшубандийский, шазалийский или хадирийский пути. Если вы увидите, что человек, утверждающий, что он последователь одного из путей суфизма или духовного воспитания, совершает грехи или недозволенные поступки, то отнеситесь к нему так же, как к мусульманину, употребляющему спиртное. Что мы порицаем в этом случае? Ислам или употребление спиртного? Конечно, употребление спиртного, ведь оно запретное в исламе. Повторим еще раз три вышеназванных условия, которые должен придерживаться алим. Первое – акида имама Ашари или матруди. Второе – один из четырех достоверных мазгабов. И последнее – один из достоверных путей духовного воспитания. Кто не отвечает этим трем условиям или хотя бы двум из них, тот не имеет права говорить вам о религии, а если и станет, вы не должны прислушиваться к нему.